10 февраля пятница Думская ТВ начинает работу в вечерней студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас с вами Никита Тарова. И Алла Есина. Пенсионная реформа, которую анонсирует премьер-министр Владимир Гройсман, должна состояться в этом году. В Украине 12 миллионов пенсионеров, которые получают регулярную государственную помощь. Большинство из них принадлежат к тому числу людей, которые все-таки вынуждены на эту пенсию пытаться выжить. Если, конечно, вы не принадлежите к сословию судей или прокуроров. К чему это может все привести, если 12 миллионов пенсионеров должны содержать 10 миллионов работающих? Давайте об этом поговорим прямо сейчас с нашим гостем. К нам присоединился экономист Сергей Якубовский. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем обсуждать возможную пенсионную реформу, информация для наших телезрителей. Напоминаю, что сегодня наш ежедневный опрос звучит следующим образом. Надо ли повышать пенсионный возраст в Украине? Три варианта ответа. Да, нет, сам себе заработаю. Знаем, как вы относитесь к правящей сейчас элите украинской, но, тем не менее, нужно говорить конкретно, нужно понимать, что делать. Поэтому вас и пригласили, чтобы разобраться как экономиста, как человека, разбирающийся в цифрах. Но вот требует Международный фонд, может быть, ненастойчиво, пока рекомендательно поднимать пенсионный возраст, если это актуально сейчас. Добрый вечер. Знаете, у нашей нынешней элите, к которой я отношусь, так как вы сказали, есть на любой вопрос два ответа. Либо виновата Россия, либо МВФ. Ну, России говорить не будем. По поводу МВФ я никогда не был адвокатом этой организации. Ну, послушайте, тут дело не в том, что МВФ или нет. Вопрос главный заключается в том, что надо ли повышать этот пенсионный возраст. Что, собственно, это даст украинской экономике и даст ли что-то, учитывая, что, ну, давайте будем честными, продолжительность жизни украинцев сокращается. Я с вами полностью согласен. Но давайте все-таки закончим МВФ. МВФ здесь абсолютно ни при чем. Понимаете? Просто МВФ далеко, в Вашингтоне, и он не слышит, что говорит Гройсман и другие товарищи. Поэтому, раз они не слышат, можно всегда вот, я помню в Советском Союзе на Америку все говорю, вот Америка там нам мешает. Ну, надо же найти виноватого, кто собственно дает рекомендации. Поэтому МВФ здесь ни при чем. Касательно пенсионного возраста. Это глупость поднимать пенсионный возраст, потому что вы абсолютно правы. Украинские пенсионеры и те люди, которые приближаются к пенсии, особенно те, которые живут бедно, живут очень плохо, поэтому если еще ухудшить их жизнь, они будут жить меньше. В принципе, вот с точки зрения расчетов правительства, наверное, это лучше, потому что меньшее количество людей получат пенсии, но с точки зрения людей это плохо. Вот есть данная, так называемая мировая тенденция старения населения. В Украине на сегодняшний день соотношение работающих пенсионеров 11 к 10. Если по данным Института демографии и социологических исследований, если будет все проходить в таком же темпе, я имею в виду демографический кризис, в котором находится Украина, да и Европа в целом, то к 50-му году 10 украинцев должны будут обеспечивать своими налогами 15 пенсионеров. Это же крафт-система. Ну, то есть не один к одному, получается, да, один к полтора человека. Да, это не крах, ничего здесь страшного нет, ведь вы говорите о работающих украинцах. Но, знаете, есть еще бизнес, есть еще крупные компании, есть еще государственные компании «Нефтегаз Украина». Там вот секретарша получает 40 тысяч гривен зарплату, директором 300-400 тысяч гривен в месяц. То есть не обязательно, чтобы те люди, которые получают, например, минимальную заработную плату, они содержали пенсионеров. Есть миллиардеры, есть вот «Приватбанк», ему простили долг 147 миллиардов гривен. Давайте поделим на 12 миллионов пенсионеров, вот, оказывается, сумма там 10 тысяч гривен можно вот дополнительно… Сергей, давайте подключим к нашему разговору. У нас на телефоне связи глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей, говорим сегодня о возможности повышения пенсионного возраста. Насколько это резонно на сегодняшний день в Украине, учитывая, что украинцы живут все меньше и меньше, и боюсь, что еще лет 10, и немногие доживут до пенсии вообще? Ну, по-перше, насколько мне известно, уже это вопрос взнято с переговорного процесса между Украиной и МВФ. Ну, а с точки зрения экономики, мы должны понимать, что повышение пенсионного возраста – это не просто повышение пенсионного возраста. Украине сейчас нужна правильная пенсионная реформа, которая заключается в том, что мы должны перейти от сегодняшнего, еще радянского, с одной уровня и солидарной системы, на три уровня, где второй и третий уровень накопичивающий. Один из них обовязковый, как процент нашей с вами зарплаты. Чем выше зарплата, тем больше нарахование на вашу пенсионную карту, в банку, который вы выбрали. И еще один накопичивающий уровень добровольный, сколько каждый из нас считает за потребность, каждого месяца кладет на другую пенсионную карту в том самому или в другом банке. Андрей, хотелось бы понять, есть подспорья в Украине для того, чтобы трехуровневая система финансирования пенсионных фондов была? Тут абсолютно немає значения, какая страна, какие системы работают, и чем раньше ее запроводить, тем раньше мы поступово с року в год будем снимать напругу в пенсионной сфере. Если бы мы эту реформу сделали в первых годах независимости, мы бы сейчас уже не обговорили эту гостру пенсионную проблему, которая у нас есть на сегодня. А сейчас нужно запроводить ее, как умога, раньше. И не вишукувати аргументы, чему мы не можем сделать этого зараза. А есть такие аргументы, как вам кажется? Можно на что-то опираться, если искать себе повод для отхода? Ну вот не получилось потому что... Ну, к примеру, смотрите, у нас людей, которые официально оформлены и официально работают, не такой большой процент. Очень много людей получают зарплату в конвертах. Вот, дуже правильный акцент вы сделали. Якие відмовки я чую. Я чую відмовку, что можно перейти на трилюбневую систему, только после того, как пенсионный фонд Украины станет бездефицитным. Вы слышали? Я думаю, что вы слышали такую відмовку. Да. Так, если не вкерувати, то это означает, что мы на трилюбневую систему не перейдем никогда. Сейчас бюджет пенсионного фонда 280 миллиардов гривен. И из них 140 миллиардов – это его дефицит, который покрывается с государственным бюджетом, коштом всех наскладников податков. Это по-перше. По-друге, вы правильно зачепили зарплату в конвертах. Вот как раз, как только появляется второй и третий накопичевательный уровень, то уже каждый работник кровно зацикален и працюет легально. Потому что эта обязательная часть накопичевательного – это процент от зарплаты. И каждая человек зацикалена в том, чтобы она работала легально, чтобы вся зарплата была белой, потому что с ней нараховывается и на ее же пенсионный рахунок, как процент пенсионной внески. Поэтому поступово тогда каждый работник стает кровно зацикален. И сейчас нам удобнее, чтобы была зарплата в конвертах. А при наявности накопичевательного уровня это изменится, и мотивация изменится напоки. Андрей, скажите, вот мы с вами рассуждаем в формате приятной теории. Насколько это практично может в Украине быть и может ли выйти, скажем так, из тени все эти конверты и стать легальной зарплатой? Я предлагаю к нашей беседе присоединить нашего гостя. Он ваш коллега, у нас в гостях Сергей Кубовский, экономист. Сергей, можно ли сейчас вот в наших реалиях уйти от зарплаты в конвертах? Ну, я думаю, что месяца три и можно, да. Конечно, как все страны уходили. Почему нет? Чем украинцы отличаются? Почему этот срок вы назвали? Три месяца? Это что? Ну, сто дней, знаете, обычно приходит новая власть, вот сто дней и какие-то реформы. Есть или нет? В Украине никто этим не занимался. Как раз наоборот, представители нынешней элиты заинтересованы в том, чтобы зарплаты были в конвертах, чтобы большая часть, чтобы теневая экономика росла и росла. Потому что тогда есть возможность влиять на тех людей, которые работают нелегально. Вот сейчас вместе с ростом минимальной заработной платы резко возросли штрафы, там до 320 тысяч гривен, правильно? Андрей, вы согласны с тем, что сейчас выгодно власти, чтобы оставалось все это так, как есть? Не просто выгодно власти, а власти сделала червовый неправильный крок, который еще больше цинизирует эту сферу. А самим, резкое увеличение минимальной зарплаты. Уяви собі бухгалтерию будь-якого предприятия, установи, которая в грудь выплатила этим работникам, которые реально работали на минимуме 1600, а уже наступного месяца, в сечне, та же организация при тих самих финансовых результатах, мы понимаем, что за месяц ничего не изменилось, правда? Уже нужно выплатить 3200. Який выгод у работодавца? Тинизация трудовых отношений. То есть, ставится вимогу працівнику, что ты в мене будешь оформлений на четверть ставки, на пів ставки, на 75 ставки, а реально будешь працювати, как и ранее, в полную измену. То есть, этим кроком уряд знову заганяет в тень трудовые отношения. Звичайно, социальные платежи нужно поднимать, но их нужно поднимать поступово, по-перше, а не сразу два раза. А, по-друге, подвищение социальных платежей должно быть співмирным с экономическим ростом. Если экономический рост, например, за письмом 2016 года, 2%, а в 2017 году мы ждем рост 2-2,5%, а, возможно, 3%, то подвищение социальных платежей может быть 5-6%, 10%, а не в два раза, и не на 30-50%, как все сделано по лекарям и вчителям. Потому что номинально это будет подвищение, но оно спровокирует, по-перше, тенизацію отношений, звільнение працівників, то есть різь безработи, и, звичайно, новый высокий виток инфляции. Андрей, ну и буквально последний вопрос. Трехуровневая система, о которой вы говорите, пенсионная, заработает ли она в Украине и когда? Это вопрос просто политической воли. Какая главная команда сделает этот крок, потому что на начале этот крок он сделает дополнительные трудности для бюджета. Вот та команда, яка пиде на эти трудности и силой воли с 1 сентября, с 1 сентября, с середины года, запровадить ревновую систему, звичайно, попереднюю, треба подготовку зробить, законодавшую, бюджетную систему. Вот та команда, яка зробит этот политический сміливый крок, вот в том моменте и будет действовать эта система. Но пока что я такой вот не вижу, я вижу только желание снова переносить и шукать выяснение или аргументацию, почему не можно сейчас. А я считаю, что чем раньше, тем быстрее и поступково будем решить нашу пенсионную проблему. Андрей, благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, был у нас на связи. Всего вам доброго. По вам, Юрий Сергей, что вы согласны. Да, свидетельствует. А в теории, как вы в целом относитесь к вот этой вот трехуровневой системе, если удастся ее внедрить? Ну, знаете, в теории система хорошая, не уверен, легко ли будет ее внедрить в Украине, потому что здесь речь идет не только о пенсионной системе, но еще и в целом о финансовой системе, потому что, вы понимаете, пенсия рассчитывается национальной валюте для того, чтобы люди соглашались откладывать часть сбережений. Ну, 1% не так много согласитесь. Да, да, они должны верить национальной валюте. То есть здесь мало пенсионной реформы, еще президент, парламент и правительство должны заявить, что они будут поддерживать национальную валюту, а не так, как сейчас, когда глава национального банка держит сбережения в иностранной валюте. А национальную валюту поддерживать, это логично. Да, логично для нормальности. Но у нас глава национального банка в чем держится сбережение? У нас проблема с государственными мужами. Да, хорошо, с мужами, я согласен. Поэтому в теории все нормально, и страны на это шли, и страны центральной восточной Европы. Но, опять-таки, я согласен с экспертом, политическая воля. Вот когда захочет в Украине президент, премьер-министр, глава парламента начать реформы, они начнутся и будет результат еще лучше, чем в Грузии. А пока не начинается... Есть реальная проблема. Есть учителя, которые, условно говоря, получают 3600, высшие учебные заведения 6000, и есть судьи, которые получают 40-50 тысяч. Как тогда будет высчитываться пенсия, если будет трехуровневая система? А почему судья получает 10 раз больше, чем учителя? Вот, может быть, вначале прийти к тому, что хотя бы привести в более или менее какое-то нормальное соотношение зарплаты учителей, к примеру, депутатов Верховной Рады. Да, но есть же другие ресурсы. Смотрите, вот есть 51 миллиард гривен, которые выделены на субсидии. Для чего это сделано? Мы с вами говорили, чтобы люди не получили 51 миллиард, а чтобы через эти бумажки этот 51 миллиард получили те, кто продает эти дорогостоящие услуги. Вот дайте этот 51 миллиард реальными деньгами в пресс-бюджете на пенсии. И вот деньги же есть, понимаете? Я понимаю, что мы говорим о какой-то почти иллюзорной теории. Да неужели, деньги же есть, денег пока не очень много. Просто дайте их пенсионерам. Почему подняли в 3200 минимальный зарплат, а пенсии оставили Что может сделать реально украинец, который вступает в новую рабочую жизнь после института, после техникума? Как он может себе готовить беспроблемную пенсию, безбедную старость? Может? Может быть какие-то частные... Он не должен об этом думать, потому что, к сожалению, сейчас в Украине, дай бог, чтобы система просчитывала год-два, а вы говорите, что будет через 40 лет. Может быть самостоятельный подход какой-то есть, вне государства. Задумываться о создании частных пенсионных фондов, которые не будут в каком-то смысле... Это один из этапов, который предлагается, если внедрять трехуровневую систему. Если отдельно его можно развивать? Отдельно индивидуум нельзя развивать, потому что у нас есть законодательство. Например, почему у нас... Отдельно откладывать деньги может каждый, но это не система. Вот смотрите, вот у нас есть система социального страхования. Например, мне не нравится, например, государственная поликлиника. Я прихожу к работателю, говорю, давайте вы перечисляете деньги на социальное страхование в частный фонд. Он сможет это сделать? Нет, он всего 22% должно дать государству на эту систему, понимаете? Ведите выбор у человека. Вот вы говорите, пожалуйста, дайте ему право. Вы хотите какой-то частный пенсионный фонд американский? Пусть это будет 10 долларов в месяц. Пожалуйста. Но у нас же нет, у нас же жесткая государственная система. Все должны платить налоги государству, а потом хотите еще дополнительно, сколько хотите в частный пенсионный фонд. Вы предлагаете отменить налоговую систему и не платить государству? Я предлагаю сделать так, как в нормальных странах. Дайте выбор людям. Я хочу идти в государственную поликлинику. Пожалуйста, я страхуюсь в государственной системе страхования. Пенсионеры, государственные... Но это мы говорим уже о медицинской сфере, там несколько все сложнее. Подождите, так это же в Молдове и других странах. Там ничего сложного нет. Какой процент украинцев может сегодня позволить себе частную клинику? Вы увидите, что подавляющее большинство, потому что деньги огромные перечисляются. Посмотрите, сколько у нас больницы, поликлиник. Только как деньги тратятся? Дайте возможность человеку выбирать государственную страховую систему, либо частную. И потом, кто будет лучше, того и выберут. Это естественно, понимаете? И тогда и государственная система будет работать лучше. А учитывая, что у нас все государство... Создавать нужно конкуренцию, да? Вот, вы абсолютно правы. Как в пенсионной системе, так и в системе здравоохранения. Пока ее не будет, ничего не будет лучше. Монополизм, то есть не развивает ничего, да? Конечно, конечно, вы правы. Ну что ж, к сожалению, хотелось бы, чтобы моя правота была какая-то более оптимистичной. Увы, пока так, но будем продолжать беседовать уже в следующей части этого часа. Важимый Black Dream, Сергей Якубовский, экономист был у нас в гостях. Прерваемся на небольшой новостной блог и вернемся в студию, продолжим обсуждать эту тему. Редактор субтитров А.Семкин